Добрый день, меня зовут Юрий Дощатов. Я буду вести наше сегодняшнее мероприятие. Очень много людей, которые здесь есть, наверняка, в курсе основной темы. Это вопрос компании «Рикана» и торговый центр «Скай Молл». Проблема возникла, насколько я в курсе, если не ошибаюсь, лет 5-6 назад, по-моему, да? Еще, по-моему, в 2009 году, в 2010, да? А, то есть ситуация возникла в 2009, а проблемной она стала уже в 2010 году. Что происходило, почему происходило и как может происходить дальше развитие ситуации после решения арбитражного суда в пользу компании «Рикана». Мы сегодня и поговорим. Значит, у нас сегодня и представитель компании, и эксперты, и в том числе несколько юристов, которые на данном этапе являются ключевыми фигурами по развитию ситуации и прояснению, что же может быть дальше. Я не буду представлять всех по отдельности, потому что у всех есть список присутствующих. Что на сегодняшний день в центре внимания? На сегодняшний день в стране уже второй год – это коррупция. Борьба с коррупцией, точнее. И налаживание комфортных условий для ведения бизнеса, и прежде всего даже не украинского, а прежде всего именно иностранного бизнеса. Потому что это основные источники финансов, основные инвестиции, на которые Украина рассчитывает. Из-за проблем, которые есть на Востоке, и политических проблем, и военных, и экономических, украинский бизнес сейчас не вкладывает деньги. По разным причинам. Есть деньги, нет денег. Основной акцент делается все-таки на иностранных инвесторов. Все проблемы, которые возникали за этот период, все чиновники, высшего уровня, говорили о том, что их необходимо решать. Чиновники менялись, однако проблемы оставались. Было создано огромное количество структур и организаций, которые борются. Должны были бы бороться с коррупцией. Форумы, общественные организации, правительственные организации. Даже некоторые чиновники, на самом деле я был свидетелем, они потеряли счет этим организациями. Если спросить у чиновника, сколько и кто у нас занимается с коррупцией, вряд ли кто-то четко скажет, кто. Ну вот сейчас вроде бы НАБУ появилась. Она очень удачная аббревиатура. Поэтому вот НАБУ запоминают все. Но кроме НАБУ еще есть очень много структур, которые с этим борются. Но пока что никто не сказал о том, что есть какой-то результат. Но все чиновники, в том числе и президент, постоянно говорят о том, что эта работа должна проводиться. И все ждут результата. Вот сейчас можно послушать, что говорил президент по этому поводу. Нам следует разчистить дорогу до Украины для потоку европейских инвестиций и святовых инвестиций. Потому что инвестиции – это рабочие места, инвестиции – это восстановление экономического возрастания, инвестиции – это вопрос добровольства каждого отдельного украинца. И этого года, наконец, я прогнозирую миллиардные инвестиции в украинскую экономику. – Оптимистично. Сейчас вернемся к нашей теме по поводу компании Recano и SkyMall. Месяц назад было решение арбитража, которое, по сути, было в вашу пользу. И до 5-го числа акции должны были быть переданы вашу компанию SkyMall. Произошло ли это? Если нет, то почему? Добрый день. Огромное спасибо всем экспертам, которые пришли и завели готовность пообщаться на эту тему. Теперь самое главное. Месяц назад компания Recano должна была получить от компании Stockman пакет акций за 0 долларов 0 центов до 5-го июня. До 5-го июня этого не произошло. Наверное, это и есть причина, по которой мы инициировали такой круглый стол. И опять же, большая благодарность экспертам, которые изъявили желание прийти и поделиться своим мнением, что же теперь делать иностранному инвестору в Украине, какие есть пути решения этой ситуации дальше. И прежде чем начать нашу дискуссию, я бы хотел сделать несколько зарисовочек, потому что проблема иностранных инвесторов, она не отдельно компания Recano, не отдельно других иностранных компаний. Это проблема национального масштаба. И я абсолютно согласен с президентом Порошенко, который говорит, что нужно искоренять эту проблему, и миллиарды инвестиций пойдут. Они действительно пойдут, они действительно ждут. Денег огромное количество в Европе, в Америке, которые готовы заходить в Украину, если здесь будут понятные правила игры. Теперь немножко о понятных правилах игры. Наверное, многие присутствующие здесь знают, что во многих восточных странах как-то кардинально еще в средние века была решена проблема воровства. Сначала вору отрубали палец, потом кисть, потом руку по локоть, и так дальше, и так дальше, и так дальше, пока он не обходился уже вообще без конечностей. И в некоторых восточных странах до сих пор есть воровство, а в некоторых восточных странах нет воровства. Когда я несколько лет назад был в Узбекистане, это тоже постсоветская страна, со всеми проблемами советского пространства, и в разговоре с одним из мужчин, который водит автомобиль, которых не так уж много в Узбекистане, он говорит, что у нас 15 лет уже не было воровства автомобилей. Я спросил, почему? Говорит, потому что карается моментально сразу же. А недавно общался с украинским врачом, который много лет работал в Ливии, и рассказывал о том, что очень дорогие лекарства и дорогое оборудование даже не запирались на ключ. Потому что за воровство наказание было моментальное, то есть оно должно было приводиться в исполнение в течение двух часов, и абсолютно бескомпромиссное. Не было исключений. Так вот, наверное, законы тоже есть в Украине, и вопрос не в том, что в законах есть какие-то дырки, какие-то неточности, которые нам еще предстоит в законодательном порядке устранить. Но есть абсолютно прозрачные законы, которые в Украине просто не выполняются. Поэтому, наверное, для начала хорошо бы, чтобы эти законы выполнялись в Украине. И вы знаете, есть еще такая штука, как, наверное, понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо, какая-то совесть, какое-то достоинство. Сегодня утром на пути сюда я слышал по радио новость о том, что один из депутатов Латвийского Сейма ушел в отставку, потому что его уличили в том, что он сделал внеплановую операцию вне очереди, в государственной клинике. Он не подал в суд, он не сказал сначала докажите, он просто взял и ушел в отставку. Называется, почувствуйте разницу, что происходит в цивилизованных странах и не очень цивилизованных. И вы знаете, наверное, третья зарисовочка. Есть такие странные компании, называемые иностранными инвесторами. Они, несмотря на то, что происходит в Украине, они продолжают пытаться заходить на этот рынок, потому что игнорировать такой рынок, как Украина, у которой все-таки 40 миллионов населения, огромные природные ресурсы, невозможно. И компании пытаются работать на этом рынке, они платят налоги, которые содержат государственную машину, фактически беря на службу чиновников. Это звучит, может быть, гротескно в наших условиях, но очень хочется верить, что в какой-то момент все изменится, и государственные чиновники действительно будут выполнять работу, обслуживать не только те компании, которые платят налоги и приносят в Украину деньги, которые так нужны в Украине, но и обслуживать граждан, нас с вами, чего бы очень хотелось. Так вот, возвращаясь ко всему этому, есть решение лондонского арбитража, которое говорит о том, что компания Стокман должна передать акции компании Арикана. Есть большое количество уголовных дел, которые возбуждены совершенно фиктивно против компании Арикана и ее должностных лиц государственной машиной. Есть ряд уголовных дел, которые компания Арикана возбудила по абсолютно черно-белым фактам нарушений и государственными регистраторами, и сотрудниками прокуратуры, которые не расследуются прокуратурой. Возникает вопрос, кто виноват и что делать? Извечный вопрос товарища Чернышевского. И наша компания была бы очень благодарна, если бы эксперты, которые сидят сейчас за круглым столом, поделились бы своим видением этой проблемы, где-то бы посоветовали нам, что делать. Может быть, посоветовали нашим чиновникам, может быть, президенту, что же делать для того, чтобы действительно эти миллиарды пошли в Украину. Я хочу уточнить, на последней пресс-конференции вы говорили, что компания намерена обратиться к президенту, к премьер-министру, с тем, чтобы как-то обратить внимание на проблему, на ее решение. Было ли такое обращение и была ли реакция на это? Обращение такое было, но, как вы знаете, официальные обращения, они проделывают некий путь, они проходят через администрацию президента, до тех пор, пока кто-то не обратит на них внимания. Мы планируем достучаться до президента, до премьер-министра, до главы администрации президента через публичную активность, как пресс-конференция, как этот круглый стол, через международные организации и надеемся, что в тот момент, когда эта проблема таки дойдет до первых лиц, то ей займутся, и эта проблема будет публично и справедливо расследована, и все точки расставлены на своих местах. Спасибо. Сейчас, наверное, надо немножечко детализировать, что же случилось с акциями. Гзвин Малеев, вы, может, детальнее об этом скажете? Да, добрый день. Давайте немножко расскажу историю, историю Скаймола. История, на самом деле, началась еще до 2009 года. В 2007 году Хиллар Тедер вложил в проект довольно-таки крупную сумму, 120 миллионов долларов, построив первую очередь проекта и начав реализацию второй очереди проекта. В 2009 году общеизвестный финансовый кризис в Украине, сворачивание банковского кредитования и где-то на этапе готовности второй очереди 80% мы были вынуждены стройку заморозить и искать в Украине за ее пределами партнеров, которые бы помогли нам проект реализовать и закончить строительство. Таким партнером для нас выступил Андрей Домовский, который был вовлечен в проект в начале 2010 года с вложением 40 миллионов долларов на условиях возможности у Арикана в течение определенного времени эту долю выкупить. Ему предоставлялась половина проекта плюс одна акция. А также подписывалось акционерное соглашение, устанавливающее совместное управление этим проектом. Это все делалось на уровне Кипра в совместной компании Asafit Holdings Limited. Собственно, акции этой компании мы на сегодня имеем право получить за 0 долларов. Своё право на выкуп компания Арикана реализовала в 2010 году в октябре, направив соответствующее уведомление Андрею Домовскому. Он отказался от реализации этого опциона в одностороннем порядке расторг с нами соглашение на выкуп и соглашение акционерное на управление проектом. В итоге мы переместились в плоскость арбитражей и находились в этой плоскости вплоть до последнего решения, то есть до 5 мая 2016 года. За весь этот период арбитражей мы наблюдали ситуацию постепенного вывода активов с компании. Во-первых, за более чем 3 года наша компания не получила ни одного доллара прибыли с довольно-таки успешного торгового центра. То есть все, кто в рынке недвижимости, все понимают, что торговый центр генерирует прибыль. Видя потоки посетителей наполненных торгового центра, все понимают, что торговый центр генерирует довольно-таки неплохо. Но за это время мы не увидели ни копейки прибыли, ни отчетность, ничего. Ничего это нам не показывалось. Более того, начиная с 2013 года, как только у нас пошли какие-то успехи за границей в лондонских арбитражах, актив начал движение. И к тому моменту, когда мы получили уже, как мы рассчитывали, финальное решение, это право выкупить торговый центр за 50 миллионов, это решение было в 2014 году, торговый центр в начале сентября просто был передан в собственность банка, банка Пивденова. И мы снова вернулись в процедуру арбитража. Вместе с тем, за весь этот промежуток времени, компания ощущала на себе давление правоохранительных органов, которые использовались как элемент прямого давления. В офисах постоянно проводились обыски, постоянно за руководителями и топ-менеджерами компании проводились различные негласные следственные действия, также обыска на квартирах. Помимо этого, изымались документы компании, оргтехника, компьютеры, документация. И только лишь после того, как это все вышло в публичную плоскость, с историей, наверное, многие ее помнят в прошлом году, история лысых птахив. Только лишь после этого, скажем так, давление на компанию с правоохранительных органов, оно, нельзя сказать, что уменьшилось, но перестало нагнетаться. И получив 5 мая этого года лондонское решение, международного арбитража лондонского, нами было направлено уведомление о второй стороне с предложением все-таки выполнить решение в добровольном порядке. Но, к сожалению, какой-то обратной связи в направлении выполнения этого решения мы так и не получили. Поэтому на сегодня ситуация такая. Я так понимаю, что она похожа на ситуацию, когда у вас украли кошелек, потом кошелек нашелся, но он оказался без денег, да? Да, абсолютно верно. Кошелек оказался пустой. И, как говорится, забирайте. Но вопрос еще и, как его забрать. Хорошо. Газарин Меркулов, я не могу понять. Обычно, когда такие вещи происходят, тем более в течение вот стольких лет, 5-6, крупные компании, они пытаются решить вопрос посредством, ну, не только в сегодняшнем обращении, то есть в правительство, но и на уровне межгосударственных отношений. Очень часто такое происходит. И пыталась ли ваша компания решить этот вопрос и при правительстве Азарова, и вот сейчас при новом правительстве Иценюка, и сейчас уже Гройсмана, ну, сейчас пока рано говорить о его действиях, при правительстве Азарова и правительстве Иценюка решить этот вопрос на межгосударственном уровне? Потому что за этот период точно Азаров ездил в Эстонию и встречался с премьер-министром. Поднимался ли этот вопрос вот в ходе таких встреч? Этот вопрос поднимался не только на уровне межправительственных встреч с премьер-министром Эстонии, но этот вопрос поднимался и на встречах представителей бизнес-сообщества с президентом и с премьер-министром, и причем неоднократно. Мы пытались достучаться до первых лиц государства и с помощью организаций таких, как Европейская бизнес-социация, Американская торговая палата. Значительную поддержку нам оказал и офис бизнеса Буцмана, который начал работу с начала прошлого года. Мы практически ежемесячно, если не чаще, мы направляем официальные письма первым лицам государства. Это и президент, и премьер-министр, и генеральный прокурор, и еще несколько министров, которые отвечают за экономическое развитие и экономику Украины, с просьбой способствовать всестороннему расследованию и восстановлению справедливости в этом кейсе, что должно повлечь за собой интерес иностранных инвесторов к инвестициям в Украину. Почему это очень резонансный случай? Потому что для иностранных инвесторов, для иностранных банков, для того, чтобы финансировать что-то в Украине, для того, чтобы инвестировать в активы украинские, для них краеугольным камнем являются фундаментальные принципы работы экономики и бизнеса. Что такое фундаментальные принципы? Это защита права собственности, это понятные законы, это работа суда по правилам и по законам, а не по волонтаристскому решению судьи. Без этих принципов для любого финансиста, который хочет финансировать инвестицию в такой стране, как Украина, или для любого бизнесмена, риски вложений, они превышают потенциальную доходность. Тем более, что покупательная способность в Украине снижается, и доходность снижается. Поэтому, если мы хотим, а мы очень с вами хотим, чтобы иностранные деньги пришли в Украину, чтобы стали дороги, лучше услуги, лучше объекты, лучше... Для этого привлекательность инвестиций в Украину должна решаться уже на государственном уровне. Просто размером рынка уже не привлечешь иностранного инвестора. Риски для него слишком велики. Поэтому, несмотря на огромное количество наших официальных обращений и попытками достучаться через международные организации, пока мы не чувствуем, кроме, например, помощи от министра юстиции, которые подтвердили нарушение государственных регистраторов и передали в прокуратуру эти документы, мы не чувствуем поддержки. Потому что в прокуратуре все уголовные дела либо тормозятся и ничего не происходит, либо в обратную сторону активизируются в отношении уже давления на компанию «Арикана». Поэтому, несмотря на обращение, пока мы не чувствуем серьезной заинтересованности в решении этого вопроса. А сейчас новый генеральный прокурор может сюда как-то сдвинется? А зажениться? Мы на это очень надеемся. Мы уже к нему обратились официально. Ждем от него ответа. Сейчас, наверное, можно дать слово юристам. Господин Песков, я хочу к вам обратиться. Смотрите. Да, два года проходили там обсуждения, то есть это на уровне как бы без решений судов, все такое простое. Сейчас уже есть решение арбитражного суда. Последние полгода или даже последний год Украина возлагает огромные надежды на арбитраж. Это касается и в разрешении спора с Россией по 3 миллиардам долга. Это касается и контрактов на закупку и транзит газа между Нафтогазом и Газпромом. Ну, если, допустим, по госдолгу это не совсем справедливо, может быть, сравнивать эти два дела, то, что касается Газпрома и Нафтогаза, это тоже спор между компаниями. Мне кажется, совершенно можно провести параллель с этим спором. Так вот, с одной стороны, Украина возлагает огромные надежды на решение суда, надеясь получить плюс и выгоду. С другой стороны, уже существующее решение арбитражного суда практически, насколько я понимаю, оно не выполняется. Я не совсем понимаю, почему. Как так может быть? Странная ситуация, правда? Добрый день. Песков Вячеслав. Я участвую в этом корпоративном конфликте четвертый год. И кроме представительства интересов в судах, я также принял поручение на защиту физических лиц, топ-менеджеров компании «Арикана» в рамках уголовного процесса. Я сейчас, отвечая на тот вопрос, который был поставлен уважаемым модератором, хочу затронуть вопрос принципов. Вот, весь конфликт вокруг «Арикана», он раскрывает, прекрасно раскрывает те принципы, которые нарушены в Украине. И то, о чем говорил Михаил Меркулов, что пока мы в Украине не повысим привлекательность через повышение общего уровня защиты инвестиций, вот не будет инвестиций в этой стране. Не будет. Потому что одним рынком уже никого не привлечешь. Что мы имеем по «Арикана» и по арбитражу? То есть, для всех очевидно, и в принципе это точка зрения, которой придерживается Европейский суд по правам человека, он говорит о том, что правосудие как функция государства может считаться законченной только с момента исполнения судебного решения. Голое судебное решение никому не нужно. И естественно, становится вопрос о том, может ли Украина на собственной территории обеспечить такое исполнение. И здесь мы понимаем прекрасно, что как только «Арикана» получает за рубежом позитивное для себя арбитражное решение, для меня как для уголовного юриста сразу прибавляется работа. Сразу в Украине повышается уровень давления на «Арикана» со стороны либо судейские органы, либо правоохранительные органы, либо административные органы. Вот этот треугольник, который сразу же используется оппонентами для давления на «Арикана». Это не единичный случай. У нас все время решения арбитражей, полученные за рубежом в пользу одной компании, пытаются компенсировать таким откровенным беспределом внутри государства, негативно воздействуя на того или иного контрагента. Чтобы было понятно, что у нас на сегодня представляет наш судейский корпус, я советовался с представителем Литвы, членом аналога высшей квалификационной комиссии судей Литвы. И вот он дал такую статистику, для сравнения. У нас в Украине около 9 тысяч судей, судов первой и второй инстанции. На них на сегодня подано 27 тысяч жалоб. То есть, если так грязно взять, по три жалобы на каждого судью. Литва в 10 раз меньше, у нее около 500 судей и 315 жалоб. То есть, 0,8 приблизительно. Вот, чтобы мы поняли, почему сейчас важно говорить, и почему сейчас важно взывать к общественности. Потому что сейчас, когда мы в кавычках переварили реорганизацию прокуратуры, в результате которой только два новых прокурора появилось на всей Украине. Только два из... все остальные это старые прокуроры, которые просто пересели в новые кресла. Сейчас надо этот вопрос ставить, потому что с такими судами мы тоже... Ну, инвестор сюда не придет. Не придет, это невероятно. Вот. Что касается общей системы правоохранительных органов, ну, опять же, на примере Орикана уже и средства массовой информации все прекрасно знают, что одна из прокуратур была попросту подсажена на зарплату. Вот. И вот эти кошмарения обысками и так далее и тому подобное, это дело лысых птахив, которое разразилось во время избрания меры пресечения, опять же, присутствующего здесь Евгению Малееву. Все вот это в совокупности, плюс тот, опять же, вопрос административных органов и злоупотреблений, особенно на уровне регистрационной службы, на которой мы реагируем, естественно реагируем. и что было понятно, из 11 открытых нами уголовных производств, вчера мы узнали, что прокуратура второй раз уже отменила сама постановление о закрытии этого уголовного дела. Все 11 производств были объединены, в первый раз мы отменили через суд постановление о закрытии уголовного производства, сейчас мы второй раз опять эту же жалобу рассматриваем в судах второй раз, но вчера прокуратура сама отменила постановление о закрытии. То есть я хочу сказать, что, и я ожидаю, ну не знаю, наверное, я буду скептичен, но я ожидаю сейчас опять повышенного, в кавычках, внимания карикана со стороны правоохранительных органов, потому что как только они получают позитивные решения за рубежом, сразу же увеличивается давление на них внутри Украины. К сожалению, это так, и к сожалению, это та реальность, в которой мы существуем. И поэтому говорить о реальном исполнении какого-либо арбитража в Украине, мне кажется, будет пока, ну, к сожалению, любое исполнение будет идти очень-очень тяжело. Вот, в данном случае парикана. Поэтому, ну, мне кажется, что мы должны как можно больше выносить на суд общественности вот эти факты. И мы изначально, когда я вступал в дело, мы приняли тактику вынесения, вот, в средства массовой информации каждого нарушения, которое допускается, потому что иного способа более эффективного обратить внимание на все, что происходит вокруг Арикана и на его примере, на то, что происходит вокруг инвест-климата в Украине у нас нет. Вот, мы пытаемся вот таким образом действовать на сегодня. Вот, посмотрим, к чему это приведет. Вот, пока вот так. Да, Оксана, мне интересно вот у вас тоже спросить, как вы считаете, все-таки есть ли перспектива разрешения проблемы именно на уровне украинского правосудия? Или все-таки, к сожалению, эти вопросы надо будет решать и дальше где-то на международных уровнях, наверное? Дякую, Оксана Карел-Арцингер. Хочу сказать, что арбитражное решение – это первый великий крок в борьбе, а арбитражное решение на користь Арикана. Но арбитражное решение, оно своей силой не является, скажем так, судовым решением в рамках Украинской правовой системы. Будь-якое арбитражное решение кожна государство должна признавать на своей территории. Украина взяла, как государство, подписан Нью-Йоркской конвенции про визнание и выполнение арбитражных решений, взяла на себя обязанность выполнять решение арбитража, в том числе решение лондонского международного арбитража. Визнание такого решения и его практичное выполнение, оно происходит, снова-таки, на жаль, через систему судовых органов Украины. И, как правило, цей процесс проходить декілька этапов, декілька судовых инстанций до его реального выполнения. Что может сделать сейчас Украина, скажем так, в особи ее государственных органах, для того, чтобы, перше, обеспечить интересы действующих инвесторов, законных интересов, а также заложить новых инвесторов. В первую очередь, нужно, конечно, выполнять действующие законы, которые у нас есть, и которые нужно выполнять. Но в частине визнания и выполнения арбитражных решений, на жаль, процедура в Украине прописана так, что это достаточно долгий и тривальный процесс. Что может сделать Украина? Наразі в Верховной Раде находится уже зареєстрованный законопроект про сприяння арбитражу. В первую очередь, принимать законопроект и сделать его закон. Это, как минимум, уменьшить количество судовых инстанций и уменьшить процесс. Другой, кроме того законопроекта, мы все-таки чекаем, юристы чекают втілення в життя справжньої судової реформи, не лише приняття законов, но и приняття процессуальных норм, которые смогут достаточно быстро и на користь инвесторов, на користь инвесторів працювати для того, щоб все-таки принцип Верховенства права в Украине діяв. От сьогодні Євгеній згадував про те, що гаманець залишився пустим. Що можуть робити інвестори для того, щоб їхній гаманець на час цих всіх спорів і їхній основний актив все-таки залишався як мінімум в тому стані, яким він був на початку. Що робити, щоб ці активи не виходили з-під контролю, їхня вартість не зменшилася і так далі. В першу чергу, інвестори, як показала справа Арікано, вони вибирають міжнародний арбітраж, вони вибирають, як правило, лондонський арбітраж. Чому? Тому що лондонський арбітраж і лондонська судова система, англійська судова система, скажімо так, державна, вона сприяє арбітражу. Тобто, в підтримку лондонського міжнародного арбітражу можна отримати забезпечення позову і таким чином зберегти актив. Так, для цього є певні умови, є підстави, однак, якщо вони виконуються, це все-таки можливо забезпечити цей актив за допомогою рішення Англійського суду, Вищого суду Англії для підтримку арбітражу, лондонського арбітражу. Незаль, скажімо так, не були, не представляли інтереси жодної сторони в цій справі, тому важко судити, чи був використаний цей механізм. Але такий механізм є і, як правило, він є і досить дієвий, працює. Чому? Тому що за невиконання рішення Англійського суду в підтримку арбітражу є відповідна кримінальна відповідальність і відповідні сторони, як правило, зважають на це і виконують рішення, і активи вдається хоча б на час спору все-таки зберегти. І хочу сказати, що так, звісно, колеги можуть заперечити, що і рішення лондонського арбітражу, і рішення Англійського суду про збереження активів, його потрібно виконувати в Україні. Так, потрібно, але якщо в нас буде реформування відповідне, виконання діючих законів, а також прийняття нових все-таки в підтримку арбітражу, таке реальне виконання буде можливим, і збереження активів також буде можливим. Тому ми, як юристи, чекаємо все-таки втілення судової реформи на практиці, прийняття процесуальних інструментів для того, щоб спростити визнання і виконання рішень арбітражу в Україні, і все-таки таким чином залучити інвесторів і захистити інвесторів, які вже є їхні законні інтереси. Дякую. Дякую. У нас сьогодні є представітель бізнес-обудсмена. Це структура, яка не так давно создана, але я слышал, що результати вроде б пока що неплохі. Причем отзыви от компанії були. Не знаю, ну рано, рано, рано ще гордиться цим. Ну, вот, наверное, все-таки, ну, не, просто так, бодро. Значит, тем не менее, вот сегодня, даже за сегодняшній минут сорок, в которой мы сидим, здесь общаемся, было очень грустно слушать, що йдет давление, було грустно слушать, точнее, не грустно, це неправильне слово, це печально даже, слышать, що нічого не происходит, никаких решений не принимається. Це касається не тільки компанії «Рекана», це касається там компанії «Небулоно», і ще там нескільки компаній, які тож іспытують некоторые трудности в достижении справедливого решення судебного. Що буде делать бізнес-обудсмен, напрямую задача которого входит именно защищать, і именно, наскільки я помню, коли говорили при созданні цієї структуры, що він буде защищати іностранні інвестори, це буде акцент. Говорили такое, говорили. Що все-таки робить компанія, именно реально, часто ли вона сталкивається з подобними проблемами, і що можна зробити в даній ситуації? Дякую, Юрій. Відповідаючи на Ваше питання, до певної міри торкнуся інформації загалом про наш статус, про те, яким чином ми працюємо, і плавно перейдуть до того, яким чином обставини, з якими зіштовхнулися Арикано, стали предметом нашої роботи. Ми є таким класичним механізмом досудового в регулювання будь-яких спорів між бізнесом і владою. Це будь-які собі підприємніські діяльності, з одного боку, з іншого боку, будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування або державне підприємство. Потрібно, щоб був випадок так званої недобросовісної поведінки. Тут ми доходимо до питання нашого регламенту і тих критерій, які ми використовуємо, приймаючи скарги в роботу, приймаючи рішення про те, що ми їх не можемо взяти в роботу. На перший погляд, цей сценарій, принаймні з його зовнішніх формальних ознак, який стосувався Арикано, це обставини такого приватно-правового характеру. І це є по нашому регламенту один із класичних критерій, коли ми на етапі первинної аналізу скарги, ми таку скаргу в роботу не беремо. Але водночас випадок з Арикано, він доволі показовим, з точки зору наших підходів до організації нашої роботи, коли те, що виглядає по своїм зовнішнім ознакам, як райдерське захоплення, як варіація, одна з найбільш розповсюджених варіацій на тему приватно-правового спору, якщо вона міснить ознаки залучення в ній сторін цієї приватно-правової суперечки, державних органів, які в той чи інший спосіб підпадають своєю дією чи бездіяльністю під те, що по нашому регламенту вважаються обставини добросовістської поведінки, то, звичайно, тоді такі обставини ми в роботу беремо. Є ще деякі інші критерії, приміром, якщо обставини скарги знаходяться у розгляді в суді, або існує вже рішення суду, по суті, ми не можемо це взяти в роботу, то ми припиняємо розслідування. Є умовно критерії одного строку позовної давності, тобто обставини надросовістської поведінки повинні бути не так порівняно давно, але це однорічний строк, хоча б ми схильні тумачити такі обставини більше на користь скаржника, і в минулому році ми тільки три скарги по цьому критерію відхилили, ми дивимося на це як на обставини, які мають триваючий характер. Є ще критерій того, що якщо скаржник, наприклад, в стосунках з ДФС міг піти і скористатися можливостями відомчого адміністративного скарження, він бає це зробити перш ніж прийти до нас. Тому наша статистика виглядає, що так загалом, від загальної статистики помало переходити знову до обставин цієї скарги. У нас зараз десь приблизно 900 скарг надійшло, з них дійсно по цим критеріям ми приблизно 40% не взяли в роботу, але з тих, що ми взяли, прямий фінансовий ефект від нашої діяльності складає вже приблизно 3,5 мільярди гривень. У випадку із Арікано, з тої скарги, яку ми розглянули, і ми вдячні за професійно складений матеріал, який був поданий нам в роботу, було зрозуміло, що скаржник скористався можливостями непоганої юридичної професійної підтримки, це важливо, це ми не завжди бачимо в нашій роботі з скаржниками, оскаржувалися дії саме державного реєстратора. Як вже пан Михайло щойно сказав, я думаю, що це в якійсь мірі, чи в значній мірі за рахунок нашого втручання, Міністерство юстиції в межах тої компетенції, яка у них була станом на те праве поле, яке існувало в минулому році, вони, не маючи можливості просто формально оскаржити дії безпосередньо державного реєстратора в частині реєстраційної дії, вони передали обставини по цьому державному реєстратору в прокуратуру, вони його звільнили, і вони побачили там системну проблему, між іншим, на цьому прикладі. Коли ми, даючи їм рекомендації покращити доступ до даних державного реєстру, для реєстраторів, коли вони, власне, туди заходять і роблять реєстраційну дію, вони виконали нашу рекомендацію в частині подвійного рівня доступу, це, за рахунок, подвійного рівня ідентифікації, не тільки електронний ключ, але й логін і пароль. Це було, якби, зроблено. На цьому, по цим обставинам скарги, в частині, в саме часу відведено наше розслідування, ми розслідування припинили, але очевидно, що ми будемо продовжувати моніторити далі розвиток подальшої сценею вже неївні прокуратури, будемо дивитися, яким чином прокуратура буде реагувати на безпосереднє звернення Міністерства юстиції. Хоча, мушу сказати, що для нас, як для Ради бізнес-омбудсмена, склалося так, що з правоохоронними органами в частині такої активної взаємодії працювати набагато важче, ніж із більш такими традиційними цивільними міністерствами, якщо так можна назвати. А знову ж таки, так само ми на своєму рівні сподіваємось, що Генеральна прокуратура, Національна поліція, СБУ в частині підписання меморандумів про співпрацю з нами, вони активізуються, ми будемо мати цей інструмент, як і в випадку з ДФС, з Міністерством юстиції, з НАБУ, з Мінприроди і з Державною регуляторною службою. Що стосується, дозволю собі сказати, хоча я не знаю, можливо, що це є ще одна скарга від вас, поскільки я не отримував від вас підтвердження, що можу оприлюднювати якусь її обставину, не буду це коментувати, але з точки зору своєї стратегії, так як роблять це деякі скаржники, ми бачимо, що Арікану намагається дивитися на наш регламент, звертати увагу на те, що по обставинам, які так динамічно розгортаються, попадає під обставини добросовісної поведінки і подає до нас нову скаргу. По цьому співвідношенню, це було цікаво, до речі, мені почути, що успіхи з використанням інструментів міжнародної інвестиційної чи комерційної організації за кордоном на кориці іноземного інвестора спричиняють до активізації діяльності проохоронних органів в Україні. Це було цікаво. Я можу тільки підтвердити, що на рівні наших системних звітів, які ми також пишемо по темам, які є факторами, які загалом негативно характеризують якість бізнес-середовища в Україні, ми випустили системний звіт, який називається «Злужування охоронними органами своїми повноваженнями з метою створення пресингу на бізнес». І, зрештою, те, що так спорадично було згадано попередніми спікерами, відображеним в нашому продукті, коли ми описуємо типологію цих злобживань на етапі безпідставного відкриття кримінальних проваджень, на етапі відмови відкривати кримінальні провадження, які органи судового розслідування повинен робити, і на етапі затягування досудового провадження, і злобживання на етапі здійснення безпосередньо слідчих дій. Тому це для нас важлива тема, і на системному рівні ми підтверджуємо десь приблизно 20% всіх наших скарг – це надії різноманітних правоохоробців. Це про тому всьому, що ДФС – це беззаперечний чемпіон, майже 50%, але тема нашої зустрічі зараз не про це. Тому можу сказати, було би весело, щоб не було так сумно в якомусь сенсі, пане Юрію, відповідаючи на вашу репліку. Тому що, бачите, ми доволі успішні з одного боку, а з іншого боку, ми бачимо, що оця задумка, яка полягала, коли нас створювали, коли ми запустилися в травні минулого року, полягала, в принципі, в тому, що відштовхуючись від кризи довіри до традиційних механізмів вирішення спорів, які існують в будь-якій країні, а ну давайте попробуємо, запустимо якийсь альтернативний механізм, суть якого полягала б в механізмі мікої влади, тому що в нас ж немає владних повноважень, ми не державний орган, але ми діємо за рахунок нашої репутації, походженням якого є те, хто нас створив, і за рахунок, заштою, професіоналізму тих, хто там працює. І це дійсно перший випадок, коли уряд і бірдій ОІСІДІ, і п'ять великих бізнес-асоціацій створили один орган. Зараз ми існуємо як конституційно-дорадчий орган при Кабміні, і ми сподіваємося, що протягом цього року буде прийняти спеціалізований закон про нас, як про недержавну непроводкову організацію. Альга Дошемета, в минулому єврокомісар, абсолютно релевантним дотичним до проблематики, з якою ми стріштовхуємося тут питань, звичайно, це той важковоговик, який своєю репутаційною вагою дає можливість переконатися в тому, що такий от механізм, він може бути доволі успішним. З іншого боку, я не знаю, як коментувати з приводу наших успіхів, тому що, зрештою, хай буде в нас менше успіхів, хай буде більше успіхів в традиційних інститутах, які покликані вирішувати спори в суспільстві, і, зокрема, спори між біжесом і владою. І, пан Євгер, можливо, в якості останньої ремарки, тому що я уважно свідкував за тим, що ви говорили, заради уникнення сумнівів, дійсно, мова зараз йде про виконання рішення лондонського арбітража від 5 травня. В якій юрисдикції це рішення повинно бути виконане? Це рішення має виконуватись в юрисдикції Кіпру, але основне питання, що дочірні компанії, ну, взагалі-то, Кіппська компанія, вона, головним її активом і єдиним активом був торговий центр, який був юридично оформлений на дочірні компанії цієї спільної кіпрської компанії. І завдяки сприянню державних реєстраторів, правоохоронних органів на території України, усі ці дочірні компанії, вони були вичищені від активів. І це основна проблема, що виконавши це рішення в юрисдикції Кіпру, ми нічого фактично в Україні не отримаємо. З цьом і проблематика. Так, і що ж тоді можна робити? Звідомо Сергій, будь ласка. Доброго дня, Сергій Долодивка, партнер «Ірстем». Я, вибачаюся, відразу за інтонацію, трошечки на здоров'я ввело. Звичайно, я не можу давати порад колегам, які в цьому процесі вже не один рік, не один рік, а я трошеч так по поверхах знаю цю справу. Але, на жаль, наша правова система, корпоративні спори побудовані на тому, зараз тільки прийнятий інститут похідного позову, хоча назва і суть це абсолютно різні, він нічого, власне, не захищає. Для того, щоб почати повертати активи, отак, стовідсотково, потрібно, ну, вибачте за такий вислів, перехопити контроль над Асофітом. Коли буде контроль над Асофітом, компанія, яка володіє корпоративними правами, там, Дніпровська пристань, яка володіла корпоративними правами призма ОПЕ, та іншими дочерними компаніями, можна бути, знову ж таки, вибачте за сленг юридичний чи професійний, відкручувати всі ці моменти назад. Тут колеги говорили з приводу лондонського арбітражу, наразі, наскільки я бачу, в Україні поки нема чого виконувати. Тісно, бо акції знаходяться в якомусь національному депозитарії, в якомусь зарубіжному національному депозитарії. Компанія «Стокман» – це кіпрська компанія, тобто виконання в юрисдикціях Кіпру або інших країн. І ще ж невідомо зараз, на кому знаходяться ці акції на сьогоднішній день. Може, це якась третя особа, яка абсолютно не пов'язана з результативною частиною рішення лондонського арбітражу. Але для того, щоб, ну, скажімо так, те, що робиться, те робиться. І це треба робити і ЗМІ, і політика, і так далі. Бо, знаєте, є такий вислів, що договори, чи там домовленості виконуються, якщо вигідно виконувати їх, або якщо небезпечно – не виконувати. В даному патку, якщо у опонента будуть величезні проблеми і стосовно невиконання рішення лондонського арбітражу, особливо, коли будуть прийняти рішення тих чи інших юрисдикцій державними судами, а це не іграшки. Коли будуть вжиті якісь політичні дієві заходи, врешті, ну, скажімо так, треба людину підвести до людину, структуру, до вчинення правильного кроку. Але для того треба зробити величезну роботу. Але повертаючись до українських реалій, для того, щоб мати право на прямий позов, наприклад, щодо повернення від того ж банку, щоб ламати ці схеми виведення, я так зрозумів, з призма бета нерухомого майна ТРЦ SkyMall, дуже бажано для цього в Україні мати, скажімо так, контроль над основною структурою, яка буде мати право на прямий позов. Що стосується, от я, знаєте, слухав спочатку, знову ж таки, я не знаю нюансів, але вкотре помічаю на чергову, ну, я не можу сказати щодо поважних людей помилку, але, от знаєте, і що іноземні інвестори, що вітчизняні інвестори, вони ставляться до своїх майбутніх, чи от партнерів, коли укладаються угоди, як до порядних людей. Не жаль, в Україні треба апріорі робити, що це нігадяї, що це аферісти і так далі, і відразу вибудовувати настільки багато всяких крючків можливих інших моментів, щоб опонент, партнер, який стане опонентом, що він спіткнувся, коли почав робити ті чи інші дії. Ну, в даному випадку було, я так розумію, відданий на вітку партнеру менеджмент, напевно, те, що змогло зробити, ну, можливо, я помиляюся, але одна з основних помилок – це те, що віддається і половина корпоративних прав, і фактичне управління компанією, і не створюється ніяких захисних механізмів. Чому так відбувається? Ну, тому, що іноземний інвестор, він, в принципі, міряє по собі, міряє по собі, що це більш-менш надійний, більш-менш порядний партнер. У нас, як сказав один австрійський аташей по економіці, що якщо в Україні специфіка бізнесу така, якщо більше, ніж одна людина, якщо двоє чи там більше, то завжди ця ситуація приходить до якогось там неперезуміння, до кризи. Шкода, що я не маю з собою нашої класичної презентації, можна було би подивитися. Сказала, що сьогодні повний експромт. А у нас кількість скарг на ДФС дійсно, може, навіть дещо зросла на 5-10% ніж так, як це було з самого початку. У нас дійсно спостерігається якась така цікава, поки що, я не знаю, чи це закономірність, ще ні, але у нас станом на кінець 2015 року загальник якийсь скарг на ДФС було спривознено 45%. Якщо ми дивимося на нашу статистику, по першому кварталу 2016 року, то десь майже 60% на ДФС. Це при тому всьому, що ми в принципі маємо говорити про те, що у нас є з ними рано про співпрацю, у нас є задекларована політична воля, яка на практиці керівництвом ДФС імплементується досить непогано на рівні рекомендацій, які ми їм видаємо, і вони їх виконують. Але, бачите, це трохи різнопланові речі виявляються. Є певне, спочатку цього року ми фіксуємо збільшення кількості скарг на Міністерство екології і природних ресурсів, чомусь, і на Службу безпеки України, що було меншою мірою протиманно для нашої статистики, принаймні, коли ми не наєднимося станом на попередній рік. Яка ви маєте на увазі типологія дій? Це можуть бути, як правило, якісь слідчі дії. В даному випадку я не хотів би давати якусь оцінку по суті цим скаргам і якось підтверджувати чи спростовувати нашу позицію з приводу наявності чи відсутності однозначна обстава недобросовісної поведінки, але, принаймні, на рівні того, що ініціюють наші скаржники, ось бачимо таку зміну в тенденції тих скарг, які до нас були подані. Приблизно 20% – це завжди більш-менш органи місцевого самоврядування. Як правило, різноманітні земельні питання, чи питання, пов'язані з земельними правовідносинами, чи з організацією торгівлі. Ну, таке. Дякую. Ну, от, видите, тенденція зберігається і навіть усілюється. І до сьогодні ми говорили, я так, чесно кажучи, для себе не зрозумів, що ж зараз треба робити в даній конкретній ситуації. Світлана, що ви... Добрий день, колеги. Я дякую, Юрій, за питання. Я б хотіла відповісти своєму колезі Сергію. Ви сказали про те, що інвестор, іноземний інвестор, не зробив правильного кроку, що не зробив менеджмент, мабуть. Я абстрактно сказав, я не про вас. Ні, ні, я не про то, я не виясняти відносини, що ви. Я лише про те хочу вам сказати, і буде, думаю, цікаво всім, що акціонерна угода, яка була між двома бізнесменами укладна, між Токменом і Арікано, вона була настільки ідеальна, там був менеджмент розділений, був спільний менеджмент в управлінні, і повернення колапціон правовикупу було настільки ідеально прописано, що навіть крок за кроком відсотки рахувалися поверненню по дням, що тут питання в іншій площині. Я підтримую свого колегу В'ячеслава, що тут є просто війна на рівні політика, на рівні рейдера із компанією. Відповідаючи на ваше питання, що робити далі, я скажу так, якби я була президентом, а в нашій даній справі пов'язані політики, які пов'язані з партією шановного пана президента, я би викликала двох власників, викликала керівників правоохоронних органів, посадила їх за один такий, як у нас, круглий стіл, і все-таки попросила припинити воювати між собою, а дійти мирової угоди. Тому що ця справа, яка зараз відбувається, вона настільки резонансна, вона настільки, мені здається, вже мало бути набридла, набриднути керівникам держави, керівникам і державним мужам нашим, що пора її досить, її вже треба припиняти. І лише ось такою залізною волею керівника держави, бо його честь в першу чергу тут задіяна. Ось так я скажу, що робити треба. Бо на рівні правового, зараз як юрист, що на рівні правового поля моя колега Оксана чітко сказала, і мій колега Сергій підтвердив, що реалізувати рішення лондонського арбітража швидко і в правовому полі України, на жаль, немає. Це знову ми можемо перейти, компанії «Рікану» знову може перейти в суди, які суди будуть протягнутися новим, не дати збрехати років два, щонайменше, то і три. А за цей період довгий час може трапитися все, що завгодно. Тому тільки політична воля має бути. Дякую. А можна добавить? Мені так понравилась идея. Я б добавив ще один маленький сторішок. Знаєте, коли выбирають нового папу в Ватикане, то закрывають дверь, і до тех пор, пока не пойдет дым определенного цвета, і з труби двері не открывають. А вот я б ще дверь закрив, пока б не договорились. Бо б замечательно. У нас там стільки проблем, що у них дров не хватит топити цю печку. Хотя це повод для нового обращення к президенту, вже більш конкретного обращення. Чотко з прописаним механізмом рішення питання. Петицію можна нову запустить? Якщо дозволити пару слів, якраз з приводу медіації, мабуть, це той випадок, є в нашій Конституції, ну, така фраза одна, яка, ну, дуже критично я до неї ставлюся, що президент гарант законів. Тобто, мабуть, що це дуже спірна теза, тому що навряд чи одна службова особа може бути гарантом прав людини і виконання законів. Але, мабуть, що це якраз той випадок, коли слід це зробити, тим більше, що Україна насправді має вже такий досвід. До цього я приймав участь у регулюванні питання з арештом літаків Антонова в Завентемі, в Бельгії, коли і в Ньюфаунленді. Коли це було за часів Ющенка, це був так само інвестиційний спір, так само було питання іміджу України, як країни, де гарантуються іноземні інвестиції. І з цілою групою юристів, я з боку тоді ще ТНК, ми врешті дійшли отакої угоди мирної, і в результаті було знято арешт з державних літаків фактично. Тобто, я хочу сказати, що це вже ставитися до цього, як до усталеної практики, і лише ми маємо винести це на рівень, мабуть, рівень вищих посадовців держави, тому що, якщо не помиляюсь, вчора Гройсман перед шведською делегацією ще раз пояснював, що він відкритий для діалогу щодо захисту прав інвесторів на території України, і так далі, і тому подібне. Але, мабуть, хотілося б, щоб ці слова були більш наповнені змістом з точки зору вже існуючих таких кейсів, які вже на сьогодні мають місце в Україні. Дякую. Господин Волков, я хотів вас спросити, ви теж считаєте, що єдинственный вариант решення вопроса – це сторони посадитися одним столом і ждати, поки вони все-таки решат вопрос? Дякую, колеги, за слово і за внимание. Я согласен з тим, що медіація і мирне регілировання завжди добре і завжди має місце бути, тому що я самостоятельно більше 20 медіаций провів, правда, в Лос-Анджелесі, а не в цій країні. І тут є спеціфика. Наша ментальність і то, які корпоративні конфлікти в цій частиці міра, я говорю зараз про країни СНГ, і тими новими правилами гри, які существують у бізнеса на Западі, і, в частності, в Штатах, чи, візьмемо Нью-Йорк, там, де я являюсь адвокатом, чи, не знаю, Лондон, Париж, вони кардинально відличаються. Це перший тезис. Второй тезис – то, що перед тим, як прийти в медіацію, люди должны бути готові, це обоюднає согласія. І їх конфлікт дійсно дійсно до такої степени, що вони будуть готові принять соглашення. На сьогоднішній день, якщо ми проаналізуємо, я не увлечен в цей спор ваш, але внешній, видя, то, що одна сторона дуже сильно старається, побеждає на Западі, але не може відновити рішення по об'єктивним і суб'єктивним причинам, а другая сторона постоянно живет на потоке денег, з которого кормиться і получає прибыль, і чуствує себе доволі такі сильно, то, якщо ми граємо в шахмати, якщо у тебе вся доска, ти хочеш ли ти садиться за один стол і договариваться. С другой стороны, приведу дуже хороший пример, правда, з особою сторони, но там президент этой страны, нашей соседки, конфликт между двумя олигархами очень быстро урегулировал. Он посвонив, конфликт тоже был, корпоративный конфликт по поводу одноименного алюминиевого комбината, і він сообщив обоим, що потрібно сесть і договариться, інакше ніхто нічого не получит. В данном случае це є ефективним механізмом, але для цього потрібна бути воля. І к цьому потрібно підготовитися. І це перше. А вторе, то, що є такий термін «батна» «best alternative to negotiated agreement». Так вот, если мы будем в целом смотреть, то вот эта медиация, она должна быть лучшим, такой лучшей альтернативной всем другим механизмам. І механизмы, на самом деле, ще существуют. І у інвестора, который не може исполнить арбитражное решение, поскольку, ну, очень трудно исполнить арбитражное решение в том содержании, которое национальний суд никогда б не вынес. І об'єктивно я не знаю, яким образом, ну, такое возможно. Але, с другой стороны, если перейти на уровень немножечко выше, то мы имеем інвестора, который вложил большую сумму денег і который потерял свою собственность. Собственность – це є основним фундаментом. Я готов согласиться с Михаилом і сказати, що здоровим государства не буде, пока не буде защити права собственности. І це є основним фундаментом всього, що може бути. Поэтому, если посмотреть целом на картинку, то что мы видим, что іностранний інвестор – фактически это физическое лицо, которое через групу компаний інвестировало существенную сумму денег. Он потерял собственность в Украине і не може її вернуть. А более того, механизмы, с помощью которых он потерял собственность, являются і не може защитити своє право. Они являются не частно-правового характера, а государственного характера, публичного характера, поскольку эти механизмы не позволяют ему и защитить, и вернуть свою собственность. Поэтому, будучи інвестором, я бы рассматривал другие механизмы, не только уже против конкретного інвестора, а против конкретного государства, которые отвечают за действия таких механизмов на данной конкретной территории. И поэтому, если сложить первое и второе, то гаранты независимой Украины могут задуматься о том, что спорта, на секундочку, иногда перерастает из частного правового в публичного правового. И если мы видим более широкую картинку, то интерес появляется не только у конкретных лиц, а также у публичных институций. Но всегда мы должны помнить о том, что такие войны корпоративные всегда за каждым шагом, за каждым действием стоят конкретные люди. И конкретные люди, к сожалению, принимают решения. Они могут быть правильными и неправильными. Поэтому, я думаю, участники этой конференции, этого круглого стола, все знают, какие люди принимают решения, какие люди могут повлиять на принятие этих решений. Поэтому, активизировав те механизмы, которые возможны, мы доходим до той стадии, когда мировое соглашение является самым минимально вредящим инструментом, который может быть. И Светлана абсолютно права, что, как правило, такие споры заканчиваются или поражением одной из сторон, или же мирным урегулированием. Но мирное урегулирование всегда превалирует над чем-то другим. И в данном случае иногда нужно, наверное, как меня учили, самый главный враг вменяться — это эмоции. Как только существуют эмоции, никакого мирного соглашения заключить практически никогда не будет сложившейся возможности. Из своего собственного опыта я вам хочу сказать, что как только эмоции приходят в нормальное русло, как только стороны навоевались, как только стороны посчитали, что им будет стоить финансово одной и другой стороне последующая битва, и тогда, когда они смотрят на цифры, я вам хочу сказать, когда ты рисуешь сторонам, а сколько вы потратите дальше на ваши litigation, arbitration, на всякие судебные издержки, прокурорские издержки и так далее и тому подобное, то цифра вырисовывается довольно-таки большая и нет смысла воевать дальше, поскольку экономика говорит о том, что лучше договориться, чем дальше вкладывать колоссальные деньги в спор. Сергей, еще к вам обращусь, исходя из вашей практики, может быть, у вас были подобные интересные дела? Ну, скажем так, они всегда где-то в чем-то стандартные, на российском чем-то перейшло, но, конечно, они имеют свою специфику. В данном случае, как и в многих других случаях корпоративных спорах, способом захопления, способом безпредставного сбогачения и отвертый криминал. И пока этот криминал не будет, очевидно, выставленный на публичную площадку, то, конечно, ничего вдеять не можно. Но тут я погоджусь с коллегами в том смысле, что стандартный, універсальный инструментарий тут не спрацюет. Тут нужно, действительно, на умовах мировой угоди, но тогда, когда оппонент будет готов к этому мировой угоду, для этого нужно сделать ряд кроков и, на жаль, напевно, політичного характера. С точки зрения того, что медиация сейчас, я тут с коллегами трошечки не погоджусь, когда другая сторона сидит на потоцах грешовом и продолжает сидеть на этом грешовом потоцах, ему очень хорошо. Ему малюй цифры, не малюй. Он сейчас в хорошем состоянии и отримает только блага от этого. А вот для того, чтобы он все уже цей стил переговорил, треба сделать потенциально, чтобы будут величезные проблемы. И, как сказала паня Святлана, вот действительно, если бы была такая возможность у нашего президента, а у него, на жаль, нема такой возможности, напевно, напевно, ну, не будем залезать в такие сферы, если бы он могил вот так посадить один за одним, або вы решили, або будут у того или иного проблемы. Вот они. Але десь вот вариант вырешения этого конфликта в цеплощине и лежит. Честно говоря, не очень радует, что до сих пор у нас после стольких, столького времени реформы и всяких изменений ситуация все равно может зависеть от одного человека либо от двух человек. Это не радует. Зин Меркулов, я хочу вас спросить, вот как вы считаете, вот если будет продолжаться и дальше вот такая вещь, что решение спорных вопросов будет в любой сфере зависеть от одного человека. Можем ли мы ожидать на действительно какой-то рост инвестиций, на развитие бизнеса? Я понимаю, что есть объективные причины, это военные действия, но ими оправдывать все абсолютно нельзя. Уже прошло время, когда ими можно было оправдывать. Сейчас это нужно рассматривать параллельно. Параллельно идет война, параллельно все-таки развивается бизнес, экономика развивается. Можно ли сейчас вот в данных условиях при наличии возможности решения все-таки проблем одним человеком ожидать какого-то позитива? Вы знаете, говорят, что в Украине в данный момент могут работать только неисправимые оптимисты. Но, наверное, мы, как и другие иностранные инвесторы, наверное, и относимся к этим неисправимым оптимистам. Мы все-таки верим в лучшее. Хотел бы поблагодарить экспертов, которые сегодня пришли. На самом деле вариантов много. Вот те, которые вы сегодня озвучили, за что вам большая благодарность. Начиная от медиации и решения этого конфликта в обоюдовыигрышном варианте, и заканчивая радикальными методами подачи в суд на государство в Украину, чего бы, конечно, никому не хотелось бы делать, кто работает в этой стране, потому что это неправильно. Но вот между этими крайними вариантами решения есть еще большое количество инструментов. Опять же, международный суд, лондонский суд, которым мы можем пользоваться. Конечно, очень бы хотелось, чтобы этот вопрос завершился медиацией, какими-то переговорами, как-то полюбовно. Но, тем не менее, вопрос, он носит общенациональный характер. Это не проблема отдельно взятой компании. И поэтому я очень благодарен и офису бизнес-омбудсмена, который нам помогает не только в этом вопросе, но и по другим вопросам, с ДФС в частности и так далее. Я благодарен Национальному антикоррупционному бюро, которое недавно только образовалось и уже очень активно включилось также и в расследование тех уголовных дел, которые у нас сейчас есть. Мы верим в то, что такие справедливости не только в этом кейсе, но и в других, она восторжествует. В конце концов, и законодательство изменится, и то законодательство, которое есть, будет выполняться. И в конце концов, иностранные инвесторы смогут работать в Украине. И вот те многомиллиардные потоки, о которых говорит президент, они таки хлынут в Украину. И тогда, вы знаете, Украина действительно расцветет, будет подобие 2007 года, когда огромные инвестиции пошли в Украину. И нам с вами гораздо приятнее будет жить в этой стране. Возможно, есть вопросы у журналистов. Пожалуйста. Здравствуйте. Наталья Рева, Украинский клуб недвижимости. У меня сразу несколько вопросов. Прежде всего, я хотела бы уточнить, когда Стокман перестал выплачивать долю прибыли Арикана от Скаймола? Это произошло сразу после того, как Адамовский отказался от коллапциона, или это было позже? Насколько мне известно, Стокман никогда не выплачивал долю Арикана. То есть, изначально? Да. Арикана, кроме вложенных денег, не получила ни копейки от торгового центра, к сожалению. Хотя это один из самых успешных объектов в Украине. Естественно, с самыми успешными показателями в Украине. Понятно, спасибо. Скажите, а на каких условиях Вы готовы договариваться со Стокман? Ну, то есть, если это будет медиация, то на каких условиях с Вашей стороны? Вы знаете, очень смешной вопрос, учитывая то количество денег, которое за это время было выведено из объекта, и выведено, возможно, из Украины. Мне кажется, что любой правоохранительный орган, если действительно посмотрит в этот черно-белый кейс, там возникнет огромное количество вопросов. Поэтому, если Вы спросите меня, на каких условиях, то здесь еще доплатить надо. Ну, а вопрос, наверное, будет решаться между акционерами. Мне очень хочется, чтобы он решился. Ну, просто очевидно уже, что Стокман не собирается выполнять решение лондонского арбитража. Вы готовы идти на уступки или нет? Вы знаете, ну, для этого мы, наверное, не собрали этот круглый стол, чтобы посоветоваться. Хорошо, если Стокман не собирается, что же делать дальше? Ну, ответов, которые были положены за стол, более чем достаточно. Мне кажется, что спектр действий, он достаточно большой. Вы знаете, в любых переговорах есть какая-то цена, о которой можно договориться. Поэтому я уверен, что и та сторона готова двигаться, и акционеры «Арикана» готовы двигаться. В любом случае, уверен, что если пойти по предложению Светланы, ну, за сегодняшний день можно было бы достичь соглашения. Понятно, спасибо. И еще можно один вопрос к юристам. Вот президент «Арикана» довольно показательный в отношении инвестиционной привлекательности Украины. Видите ли вы возможность разработки какого-то упреждающего законодательства, чтобы такие ситуации просто исключить в дальнейшем? Юристам вопросы? Вы знаете, на самом-то деле ничего не нужно придумывать, потому что все и так уже на месте. Главное, чтобы оно исполнялось. Существует куча механизмов защиты иностранных инвестиций, в том числе даже можно застраховать от таких рисков. Есть такое агентство в Вашингтоне, называется «Мига», которое страхует такие инвестиции. Если вы посмотрите, «Юникредитбанк» застрахован на 100 миллионов евро. Существуют механизмы международной защиты инвестиций с помощью инвестор-арбитражей и кучи различных других способов. Это если внешняя такая международная составляющая. На национальном уровне у нас отличное законодательство во многих сферах, просто его нужно правильно и эффективно исполнять. И проблема не в том, что постоянно реформировать законы, которые можно принимать за несколько дней, 50-60 штук. А главное, эффективное исполнение этого всего. Поэтому, в частности, нужно стремиться к эффективности, а не придумывать новый какой-то велосипед и потом думать, как он будет ехать. Надо запустить этот, пусть этот едет, и будет все хорошо. Разрешите, добавлю. У Вас в пресс-китах есть Конституция Украины, больше ничего придумывать не надо. Это закон прямой идеи. И там четко написано, что такое собственность, и все о собственности, и о правах граждан и реализации этих прав. Поэтому все придумано, с Вами абсолютно согласны. Гражданский кодекс, один из лучших кодексов в континентальной системе права. Просто не нужно ничего придумать. Все написано. Нужно просто их понимать и исполнять. Главное исполнение. И ответственность за неисполнение. Если нет больше вопросов, то мы тогда благодарим экспертов за участие в Кругом Соле и журналистов. И можно спуститься вниз и выпить кофе, либо чай, съесть оставшиеся круассаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!